Помощь государства для развития собственного дела. В Тимирском районе с каждым годом растет число соискателей и получателей безвозмездных грантов. Только в текущем году 80 человек планируется охватить грантовой поддержкой. Кроме того, тимирцы пользуются возможностью обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». Как результат – реализация новых, пользующихся спросом проектов. Обучение по проекту «Бастау Бизнес» и получение гранта в размере 583 тысяч тенге поспособствовало бизнес-вуман из Шубар-Кудука и Гульсатаевой начать собственное кондитерское дело. Многодетная мать начинала работать на дому, пекла торты и другую выпечку. А сейчас у нее собственный цех и магазин, пусть пока и в арендованном помещении. Здесь выпускается большой ассортимент продукции, уже упоминавшиеся торты, пироги, различные виды чайной выпечки. Действует доставка. Кроме того, заказы поступают из Кандагаша и Ак-Тубе. В планах у предпринимательницы расширение производства и приобретение собственного помещения для бизнеса. «Продукция здесь очень качественная и очень вкусная. Постоянно здесь закупаюсь. Покупаем сладости на семейные торжества. Вот сейчас пришла заказать торты на свадьбу сына. Здесь можно приобрести и другие сладости, которые изготавливаются здесь же. Все натуральное. Мы очень счастливы, что открылся этот магазин рядом с домом. Удобно очень». Мастер-прикладник из Шубар-Кудука Нурлан Джакибаев – личность известна не только в Тимирском районе, но и все республики, и даже за ее пределами. Еще с 80-х годов прошлого века он занимается традиционным национальным искусством. Мастерски обрабатывает кожу и изготавливает предметы быта, которыми пользовались еще далекие предки казахов. По стопам отца пошел сын Алтенбек, в честь которого мастер назвал собственное ТОО. «В первую очередь мы стараемся свое творчество продемонстрировать на различных выставках, смотрах и фестивалях. Так участвовал в мероприятиях в Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах на Экспо, Бельгии, Люксембурге и других странах. Кроме того, в числе достижений сертификат от ЮНЕСКО. Во-вторых, стараемся пропагандировать национальное ремесленное искусство через СМИ. В-третьих, проводим научные исследования. Под моим авторством вышло две книги, посвященные традиционному ремеслу казахов. Здесь я рассказываю об истории происхождения и развитии искусства обработки кожи. Во-вторых, книги теория и практическая реализация для школьников. В 2019 году ко мне приезжали эксперты Национального комитета по охране нематериального культурного наследия при Нацкомиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО. И отрадно, что комиссию заинтересовали мои работы. Так что я вижу смысл своей деятельности, основа которой сохранение передачи из поколения в поколение национального ремесла казахов. В 2021 году Нурлан Джакибаев получил грант по дорожной карте бизнеса в размере 5 миллионов тенге. Эти средства пошли на выпуск научных книг, покупку оборудования по обработке кожи и закуп сырья. Важно подчеркнуть, что предметы быта прикладник изготавливает из кожи. Она имеет свои уникальные особенности. В частности, не бьется, как стекло, износа стойкая. При обработке кожа приобретает антисептические свойства. Продукты в кожаной посуде долго остаются свежими и имеют особенный вкус. Именно поэтому незаменимой для кочевников была именно кожаная посуда. Это натуральный продукт, природный, неисчерпаемый ресурс. Сырье беру здесь, в Шубаркудуке. Если вы помните, раньше шкуру крупного рогатого скота принимали за деньги. Сейчас нет, ее просто выкидывают. Но это отличный материал для производства. Я ее скупаю у жителей. Обычные деревянные палки идут в ход. Из них можно камчу сделать, краску паучами, с ханы и других растений. Применяется в производстве обычный лопух, которого у нас с избытком. Наличие подобных растений в природе экономически выгодно для нас. Наша продукция пользуется спросом. Берут домой, как сувениры, или в качестве подарка. Руланд Жакибаев преподает в первой Шубаркудукской школе художественный труд. Уже 125 его учеников выполнили научные работы. Одна из них удостоилась гранта на 41 миллион тенге. 22 ученика являются призерами различных научных смотров. Молодые мастера всегда рядом с опытным педагогом, в том числе 21-летний Мирас, который уже 5 лет занимается национальным прикладным искусством. Я начал работать с обработкой кожи еще со школьной скамеи. Всему, что я сейчас умею, научился у нашего опытного педагога. Я однократно принимал участие в различных научных исследованиях национального искусства. Это помогло успешно закончить Евразийский университет. Как только появлялось свободное время, сразу приходил сюда, чтобы перенять богатейший опыт нашего известного земляка. Сейчас постоянно практикую, помогаю в мастерской. В целом, в районе предпринимательство развивается высокими темпами. Тем самым, темирские бизнесмены вносят вклад в экономическое развитие родного края. В сфере малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2022 года зарегистрировано 186 субъектов предпринимательства. Задачи стоят амбициозные. Во втором полугодии планируем увеличить эти показатели. В этой сфере у нас работает около 4 тысяч человек. Это более 10% от общего количества населения. Наши предприниматели экономически активны. Могу отметить, что в Государственный фонд возвращено 10 земельных участков. И стоит под выделение под бизнес-цели свыше 150 тысяч квадратных метров. С аукциона продано 5 земельных участков на общую сумму 17 миллионов тенге. К слову, в прошлом году безвозмездные гранты получили 77 темирских предпринимателей на общую сумму 45 миллионов тенге. Планы на текущий год 80 грантов на 98 миллионов тенге. А по проекту Бастау Бизнес обучается 65 человек. Ежегодно азы основ бизнеса постигают порядка 100 жителей района. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, Телеканал Актюбе.